Всем привет! Сегодня у нас 19 декабря и на наши сервера пришло очередное обновление. В принципе, хорошее обновление. Начнем с босса, так как был анонс, посмотрим. Значит, нам вот в описании изменили и обычный босс у нас будет доступен с понедельника по субботу. И вот в инфо мы можем посмотреть, что есть еще браул босс, да, вот дополнительный босс. Что мы имеем еще? За последний удар мы получаем титул плюс 40 пвп. Дальше у нас есть титулы плюс 30, плюс 20, плюс 10 пвп за места, соответственно. И награды очень такие приятные, то есть идут сундуки со вторым честом на красное снаряжение дракона. И также идут сундуки 160, также 240, да, по-моему, вот здесь вот 230 сундуки. И еще какие-то награды, дополнительно еще вот у нас слава, да, и свистки. Соответственно, по 22 за первое место есть все вот награды, как вы видите, с первого по последние места, да. Также есть награды вот с первого по 20 место по рейтингу на седьмом этаже. И все они, в принципе, очень довольно хорошие, лучше, чем с обычного босса на порядок. И также есть вот за шестой этаж, тоже значительно лучше, пятый, второй. И даже просто за вход, за второй этаж вы получаете награду лучше, чем за обычного босса, в принципе даже. Так, что еще нам добавили? Дальше гены, к сожалению, гены открыли нам всего лишь два слота дополнительных. Вот дополнительные слоты, и всего было открыто два слота. Ну, мы, в принципе, знаем, на Китае открыли все 10 слотов. Ну, я не знаю, может, там тоже доступно всего лишь два или три. Но, в принципе, ячейки сразу отобразились 10. То есть, возможно, нас со временем эти 10 ячеек вернут и тоже будут. Ну, я думаю, это просто будет дополнительно по обновлениям включать пару ячеек, чтобы не все сразу. Так, что мы имеем еще? Здесь с вайперами там было написано в одном из обновлений, что поднимется уровень. Ну, в принципе, уровень не так максимальный, некуда поднимать. И смотрим самое интересное обновление. Это обновление у нас по карточкам. Там, значит, добавили 18 звезд. Что для этого нужно? То есть, мы берем обычную карточку, 15-ю уже проточную, нажимаем улучшить. И вот есть такой вот прорыв, да. Для прорыва нужно две карточки такого же типа красного. Неважно, какого грейда, то есть, там, 30-40, там, вот этот вот, который. То есть, просто она должна быть красной и такого же типа. То есть, тоже МДФ, тоже две карточки красных. Я сделал пару прорывов. В принципе, вот прорыв сделал. Дало парирование плюс 900. Прорыв дает 18 звезд. И вот, кстати, тоже я сделал прорыв. Тоже дало прорыв плюс 35 парирования. Значит, что помимо того, что дает прорыв? Вот мы увеличиваем. И первое улучшение, это то, которое на 16, оно сохраняется. То есть, уже не 15 сохраняется, а 16. Оно ниже 16 не упадет. Вот 10% шанс. Дальше у вас есть 10% шанс на 17 и на 18. Но если с 17 и на 18 не точнулось за 10%, то оно сбрасывается до 16. В принципе, примерно 200-250 тысяч опыта, ну, плюс-минус уходит на проточку с 15 и на 18. Это, в принципе, нормально, если довольно-таки неплохой стат попадается. Ну, вот, например, здесь мне попалась плюс прочность 1200. Ну, не сильно, но, в принципе, нормально. Но это не самое важное. Да, если вы видите здесь вот древо такое, вот здесь древо немножко другое, на 11 слотов. Значит, если вы, давайте вот, проточите все, вот здесь вот откройте все абсолютно древо, да, вот полностью откройте всю ветку, вам будет доступна расширенная ветка. И теперь посмотрим, что у нас расширены ветки в экзо. Значит, здесь у нас обычная идет ветка. Дальше они как нижняя, так верхняя. Они повторяются, вот эти ветки, но с добавлением карточки на парирование. То есть, они аналог вот этой ветки, да, вот, например, здесь вот 2MDF, 1 плюс дэмэдж и 4 минус дэмэдж. Вот здесь вот 2MDF, 1 плюс дэмэдж и 4 минус дэмэдж и 1 карточка парирования. Здесь 2 карточки парирования, здесь 3 карточки парирования. Соответственно, здесь как средняя ветка, там также плюс 1, 2 и 3 карточки парирования. И здесь как нижняя ветка, также плюс 1, 2 и 3 карточки парирования. Но есть еще уникальная, то есть последняя, вот такая вот типа Ultra. И здесь плюс 4 карточки парирования и среднее значение. 2 карточки MDF, 2 карточки HP и 3 карточки PDF на экзогерое. То есть, в принципе, нам добавили новый тип карточки. Это будет карточка на парирование. Это одна из нового типа. И дальше будем смотреть. Их, в принципе, добавили 3. Я знаю, еще добавили крит. Крит у нас в экзо, ой, в экзо в энда. Здесь у нас, соответственно, все прокачано. И здесь мы смотрим. Опять-таки, здесь получается карточку на крит добавляют. То есть, вот крит 1, 2, 3. И, соответственно, карточка крит на 4. И сам атрибут крит плюс 15, атака плюс 3. То есть, соответственно, видите, вот статы. Я аккуратненько вам покажу все, которые доступны. Да. То есть, карточка на крит. Еще, по-моему, говорили, есть карточка на оборот. Но сейчас посмотрим, что у нас здесь. Да, вот и в энда карточка на оборот. То есть, в принципе, тоже ветки те же самые. Но добавили карточку на оборот. В принципе, посмотрим. Уборот атака, уборот атака, уборот атака. И сейчас атака минус damage. Атака минус damage. Здесь атака, атака, атака. И здесь вот, окей. А ну посмотрим в exit, что я не посмотрел, в принципе, что дают. Значит, хп 1, 2, 3, 4%. Здесь атака хп. И здесь хп парирование. Вот верхняя ветка, в общем, даже интересная. Ее нужно будет прокачивать по верхней ветке для тех, кто качает парирование. Здесь, в принципе, вот 5, 10, 15, плюс 40% и еще плюс 15, плюс 55% парирования можно разогнать. И также еще 4 карточки на парирование. В принципе, развод по парированию очень сильно забустили. При том, что развона прочки на данном этапе сейчас нет. Вот. Вот такое вот обновление. То есть, улучшили карточки. В принципе, очень круто. Добавили карточки на крит, добавили карточки на парирование. Добавили дополнительные слоты в древо. Это очень реально круто. 18 звезд. Тоже, в принципе, рандомная штука. Но вот кому-то как попадет. Вот, например, здесь могло выпасть вообще ерунда. А бывает, выпадает очень даже круто. То есть, плюс 35% парирования добавила 18 звезда. И это реально трушно, скажем так. Вот. Все. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok